США под прицелом новое черное золото и до свидания лимоны Турция запрещает экспорт цитрусовых. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от всех, кто увидел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Количество зараженных коронавирусом на планете приближается к 2 миллионам. Какая ситуация в стране, уточнила Мария Бушкевич. Самоизоляция или тюрьма, таблетки по списку и деревья на замок, кто и зачем закрывает в Беларуси леса. 40 таблеток парацетамола, 10 масок, 2 флакона санитайзера. В Беларуси ввели ограничения на отпуск к аптечной продукции и лимитировали цены. Как это работает, выясняла Анастасия Шевцова. Картельный сговор, денежная реанимация Европы, яблочные маски. Apple начала шить повязки для медиков. Google запускает систему отслеживания больных. В Беларуси создали страховой фонд для медиков. Специалисты, которые заразились коронавирусом, теперь могут рассчитывать нам от помощи профсоюзов. Сумма выплат будет зависеть от тяжести заболевания. Максимальная компенсация составит 5000 рублей. Во всех первичках страны, как сообщается, заработали кассы взаимопомощи. Если пандемия отразилась на доходах компании, а руководство урезало или задерживает зарплату, профсоюз тоже поможет рублем. Лимит на лекарства, газовые баталии, закрытые территории. Чем страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. В Беларуси будут строго следить за соблюдением режима самоизоляции. Дома обязаны оставаться люди, которые только что вернулись из-за границы, контакты первого и второго уровней. Им выдадут больничный на две недели. Можно выходить в магазин, аптеку, вынести мусор. За нарушение светит внушительный штраф. Пилиция даже может наложить административный арест или завести уголовное дело. Пандемия коронавируса подстегнула спрос на антисептики для рук. Бизнес среагировал моментально. Ценник на некоторые средства вырос в 2-3 раза. Если в первые дни продажи гель чистой ручки стоил чуть больше 8 рублей, то спустя пару недель частники стали просить за литр 25, а то и 30. Март встал на сторону покупателей и лимитировал торговую надбавку на защитные маски антисептик. Максимум 15%. Постановление вступило в силу во вторник и будет действовать 90 дней. Всю неделю в Беларуси работала делегация Всемирной организации здравоохранения. В состав вошли сотрудники Европейского бюро в Копенгагене, штаб-квартира организации в Женеве и представительства в нашей стране. Гости оценили ситуацию с коронавирусом, синёкой. Адекватность и эффективность мер по профилактике инфекции. Проанализировали подходы к оказанию медицинской помощи. Эксперты показали медучреждения в Минске и Витебске. Накануне они выступили перед парламентом. Специалисты ВОЗ отметили, что единого рецепта для инфекционного контроля не существует. Каждая страна выбирает наиболее подходящий для неё путь. Пик болезни в Беларуси, скорее всего, окончится в ближайшие месяцы. Но усилия должны быть последовательными. Палата представителей ратифицировала газовый протокол с Россией. Условия поставок остались такими же, как в прошлом году. Голубое топливо будет обходиться Беларуси в 127 долларов за тысячу кубометров. Тем временем в США цена на газ рухнула до минимума за три года. Кубометр продают за 75 долларов. Сланцевый газ обеспечил такой переизбыток топлива на рынке в Северной Америке, что сами производители этому теперь не рады. Цены упали и в Западной Европе. Там за кубометр просят около ста. Обращая внимание на мировой рынок, правительство нашей страны попросило пересмотреть соглашение. Посол России в Минске не исключил возможность переговоров и переосмысления цены. Белорусские аграрии вышли на финишную прямую. Яровыми засеяли больше 73% земель. В Брестской и Гомельской областях комбайны уже отправились в гараж. В Гродненской, Минской и Могилевской еще в поле осталось убрать около 11%. На Витебщине засеяли почти 25%. В этом году ранние зерновые и зернобобовые займут более 2,5 миллионов гектаров. В Беларуси вводят временные запреты на посещение лесов. Теплая, сухая и ветреная погода обострили обстановку. Риск пожаров увеличился. Пламя может возникнуть из малейшей искры. В южных регионах и вовсе сложился четвертый класс опасности. За сутки бойцы МЧС около 30 раз выезжают тушить лес. Сценарий ЧП как под копирку. Люди жгут мусор и сухую траву. Ветер разносит пламя. Огонь перекидывается на деревья. Зеленые зоны закрыли для посещений почти в 70 районах Синекой. В Стоплисте также территория вокруг Бобруйска. Тем временем страны ОПЕК не договорились. И рецессия мировой экономики. Моя коллега Кристина Ариян следит за новостями из-за рубежа. Около 6 триллионов долларов может потерять мировая экономика. Мир погружается в саму глубокую рецессию мирного времени после того, как из-за пандемии правительство потребовали, чтобы бизнес закрылся. А люди оставались дома, уверяют финансисты с Уолл-стрит. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Ариянс и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Возвращение на родину. По сообщениям МИДа все путешественники доставлены в Беларусь. Во время пандемии коронавируса услугами турагентства использовались свыше 6 тысяч человек. Теперь дипломаты спасают тех отдыхающих, что организовали поездки сами. Их сосчитать невозможно. Сотрудники ведомства и других госорганов продолжают поиски соотечественников за рубежом. Связь, как сообщается, налажена с полу тысячи человек. Между тем, по сообщениям Минздрава, за время пандемии в стране проведено свыше 40 тысяч тестов на COVID-19. В ведомстве заверили ситуацию под контролем. Поводов для паники нет. В Европе темпы заболеваемости COVID-19 тем временем пошли на спад. Эти данные приводят эксперты ВОЗ. США напротив в эти дни эпицентра эпидемии. За время пандемии там вызвали на свыше полумиллиона заболевших. Мария Бушкевич собрала все, что известно к этой минуте. Пандемия прокатилась по миру с востока на запад и с севера на юг. Китай вернулся к привычному ритму жизни. Европейские страны на пике. В Америке ситуация лишь ухудшается. Болезнь отнимает жизни у людей по всей планете. Уже погибли более 100 тысяч человек. 390 тысяч выздоровели. Ухань, который пару недель назад был похож на зону отселения, оживает. В городе официально сняли блокаду. По этому случаю власти устроили зрелищное световое шоу. 76-дневный карантин закончен. Ограничений на выезд больше нет. Люди возвращаются на работу, встречаются с друзьями и близкими. По официальным данным, COVID-19 в Китае заразились 80 тысяч человек. До эпидемии наш парк был очень популярным. Просто сердце разрывалось, когда я видел его пустым. И это гробовая тишина. Вы знаете, я даже плакал порой. Раньше принимал прогулку как должное, а теперь благодарен за каждый шаг. В Соединенных Штатах Америки инфекцию подцепили полмиллиона граждан. Следом с большим отрывом идет Испания. Страна остается рекордсменом по числу инфицированных в Европе. Там более 160 тысяч заболевших. Недавно из местной больницы выписали столетнюю женщину. Последние тесты показали, что она выздоровела. На этих кадрах соседи аплодируют поправившиеся Микаэле Полонио из Барселоны. Ее госпитализировали 13 марта. Лечение заняло почти 4 недели и прошло успешно. В Москве с понедельника вводят пропускной режим. На неделю в городе прекратится работа всех организаций, за исключением предприятий непрерывного цикла. Сначала ограничат поездки на работу, затем любые другие перемещения. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей. Беларусь встретила вирус во всеоружии. В Синеокой вдвое увеличили производство защитных масок. Спрос на них достиг небывалых высот и продолжает расти. Каждый день выпускают миллион. К середине апреля будет по 2 миллиона. Повышенным спросом пользуются у нас у горожан маски. Одноразовые, многоразовые. Дезинфицирующие средства. Перчатки. Ну и в последнее время увеличился спрос на жаропонижающие. Это процитамол. Тем временем в Бавруйске на заводе биотехнологий без остановки разливают гель чистые ручки. Новинка химической промышленности стала в один ряд с товарами первой необходимости. А вчера запустили новую линию по производству геля. Чистые ручки разливают теперь в небольшие флаконы. Карманный вариант 90 грамм. За смену здесь выпустили 5000 штук. За сутки выйдет в два раза больше. Мини-версия чистых ручек сходит с конвейера каждые 2 секунды. Антисептик развозят во все уголки синеокой. Жители города на Березине признаются, корона им не жмет. И ко встрече с опасным вирусом они готовы. Прихожу сначала руки, раздеваюсь, обрабатываю руки. Потом ручки обрабатываю везде при входе. Все у меня домашнее точно так же. Стараюсь бывать в деревне постоянно. Я там работаю, поэтому там бываю. Маска, когда я дома магазин надеваю, вообще на транспорт надеваю. По улице нет. Соблюдаю расстояние. Тем временем в Беларуси снова продлили школьные каникулы. Дети сядут за парты лишь 20 апреля. Мария Бушкевич. Итоги недели. Коронавирус прибавил работы коммунальникам. Помимо влажной уборки, подъезды отныне дезинфицируют спецраствором. Обрабатывают дверные ручки, перила, кнопки лифтов. Процедуры обеззараживания проводят ежедневно. Как это работает, спросим у специального гостя эфира. В студии Сергей Гребень, генеральный директор Бобру и жилкомхоза. Сразу вопрос. Как служба противостоит коронавирусу? Все чаще в многоэтажках можно встретить работников в специальной форме. Бобруским городским исполнительным комитетом централизовано было закуплено 1536 килограмм дезинфицирующего концентрата, который разводится 1 к 100. Расход в день примерно по Ленинскому и Пиромайскому району идет в количестве 5 литров концентрата. А по каким стандартам и нормам проводится дезинфекция? На что делаете акцент? Созданы на предприятиях приказы, где расписано, кому какое время и когда нужно проводить дезинфекцию. Помимо многоквартирных домов, где-то еще проводится дезинфекция? Расскажите. У нас на балансе в Ленинском и Пиромайском районе находится 2813 подъездов, плюс 40 общежитий, где ежедневно проводится дезинфекция дверных ручек, панелей, домофонных панелей, кнопок лифтов. И еженедельно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. А где-то еще вы обрабатываете? В течение трех дней обработаны все остановочные павильоны в городе Бобруйске. Их более 290 штук. С сегодняшнего дня повторно, в течение трех дней обрабатывались эти остановки. Приготавливается раствор гидрохлорид натрия, разводится в поливомоечной машине, тоже с концентрата, и обрабатываются остановки. И получается ежедневно мы обрабатываем более 85 остановочных павильонов. А когда проходит обработка, если, допустим, люди стоят на остановке? Проводится обработка с 8 вечера до 6 утра. Когда люди уже, да, в основном все дома. С распространением COVID-19 пришлось ли вам усилить штат? Вообще сколько сегодня сотрудников борются, стоят на передовой? Ежедневно работает более 250 человек на протирании, на уборке, на дезинфицирующих мероприятиях. Что из инвентаря используется в обработке? Что это, швабра, веник или какие-то специальные, может быть, есть приборы у вас? Как таковых специальных приборов у нас нет. Это перчатки, это маски, это специальные плащи. Бобрусским городским исполнительным комитетом закуплено 4 генератора холодного тумана. Они сегодня же уже были применены в действие. То есть на два района, это на Ненецкий и на Первомайский район. Установки преобразовывают состав дезинфицирующего средства при помощи форсунки. И вентилятор распыляется в мелкие частицы и оседает на поручнях, на лестничных площадках. То есть в течение минуты-двух мы обрабатываем полностью весь первый этаж. Это ежедневно будет тоже эта работа проводиться. А как вообще это работает? То есть это какой-то огромный прибор, который подключается к чему-то? Это оборудование весом в районе 30 килограмм. Оно подключается на электрической тяге, оно подключается к генератору, заводится в подъезд. Включается вентилятор, включается форсунка. Распыление идет в районе минуты-двух. И мы полностью весь первый этаж обрабатываем дезинфицирующим средством. Могут ли сами жильцы как-то помочь вашей службе выйти с теми же, допустим, средствами и обработать? Я скажу, это не запрещается, это только будет всячески приветствоваться сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства. Что касается детских площадок, планируете ли там санобработку? С 8 апреля мы начали обработку детского игрового оборудования, скамеек на детских площадках два раза в неделю. А безопасно ли это будет, как думаете, вот эти дети? Ну, конечно же, это будет безопасно. Это средство, которое мы обрабатываем, оно в течение 15-20 секунд испаряется и все, и поверхность полностью обезврежена. А в какое время будет проходить обработка, если там, допустим, дети будут на площадке? Либо с утра, либо вечером, когда уже детей практически не будет. Сама санобработка, в течение какого времени будет дальше длиться, есть ли какой-то план и как вообще в дальнейшем? У нас запаса средств на более чем 2 месяца. Мы будем обрабатывать до тех пор, пока это будет нужно и важно. А как вот раньше, допустим, еще до объявленной пандемии проводилась санобработка? У нас есть по каждому Ленинскому и Промайскому району, утвержден был график уборки. Это было 4 раза в месяц это подметание и 1 раз влажная уборка. Сейчас мы эти планы переработали и у нас проводится 4 раза влажная уборка в месяц. Как коммунальники справляются с COVID-19, нам рассказал генеральный директор Бабрыжилкомхоза Сергей Гребень. Сейчас к другим темам. Беларусь временно запретила экспорт курицы из Венгрии. В европейской стране зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Лимиты касаются живых особей, всех видов яиц, мяса, яичного порошка, меланжа, стоп-листе, пух, перья и охотничьи трофеи. Также пристанавливаются все ранее выданные разрешения. Помимо печальных сводок о жертвах коронавируса, по миру неделя отмечена еще одним скорбным поводом. Ровно 100 лет назад треть населения планеты переболела испанкой. Пандемия атипичного гриппа унесла тогда 50 миллионов жизней. Черная оспа, холера, чума. Коронавирус стал 18-й по счету эпидемии. И, судя по урокам истории, не самой смертельной. 14 век. Чума пришла как гром среди ясного неба и моментально расползлась по планете. Эпидемия скосила пол земли. Врачи в поисках защиты облачились в плащи из толстой кожи и грубой ткани, пропитанной воском. Лица спрятали под продолговатыми масками. Точь в точь униформа палачей. Вспышки чумы регистрировали вплоть до 19 века. Абсолютное непонимание причин возникновения чумы и отсутствия способов борьбы с ней делали эту болезнь еще более страшной и ужасной. Люди просто были в отчаянии. И единственное, что им оставалось сделать, это бежать из своего города или деревни сразу, как только там кто-то заболевал. 16 век. На американский континент хлынул поток людей со всего мира. Тогда же медики стали фиксировать первые случаи оспы. От смертельной сыпи позже скончались 500 миллионов человек. Вакцину нашли спустя 200 лет. Эту болезнь победили Моцарт, Сталин, Глинка и Горький. Холера. Эта зараза одолевала землю 7 раз. Первая волна пришла в начале 19 века. Уже в 30-е годы болезнь вовсю орудовала в царской России. С недугом боролись в Германии, Франции, Великобритании и других уголках Старого Света. Инфекция перебралась за океан. Погибли миллионы. Среди них и жители Бобруска. Тогда холера не щадила бывает ни рядового, ни генерала. Сюда очень много беженцев. Тысячи беженцев у нас располагались возле железнодорожного вокзала, еще там в таком районе возле Березины, где построены были где-то бараки, где-то люди просто в каких-то палатках ютились. И эпидемия холеры была очень такой значительной. Косила людей, смертность была высокая. Испанка – самая чудовищная эпидемия за всю историю человечества. Мор проходил в последние месяцы Первой мировой. За полтора года заболели полмиллиарда жителей. Сто миллионов погибли. Заболевали в основном люди от 20 до 40. Жертв от испанского гриппа было больше, чем от военных действий. 20-й век начался очень жестокой пандемией. 18-го года, так называемая испанка. Она связана тоже с животными, это свиньи. Мы этот вирус потом встретили в 2009 году. И когда погибло 2 миллиона человек. Вымирали целые города. Представляете, какой-нибудь маленький город на Аляске, например, и он целиком в период этой испанки исчезает. В конце 20-го века мир накрыла новая волна чумы – СПИД. Сексуальная революция помогла вирусу распространиться по всей планете. Врачи ищут вакцину и по сей день. За 25 лет от СПИДа умерло 25 миллионов человек. Зараженных – больше 40 миллионов. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Фарм-лимиты Минздрав ограничил продажу некоторых лекарств и медизделий. В одни руки теперь выдают максимум 40 таблеток парацетамола и арпитола, 10 капсул флустола, десяток защитных масок и перчаток, две упаковки антисептика и геля для обработки рук, одну банку ДЭС раствора. Эти нормы ввели из-за повышенного спроса. За две недели белорусы скупили более чем годовой запас жаропонижающего. Аптечные прилавки города проинспектировала моя коллега Анастасия Шевцова. Аптека на Интернациональной. Внутри небольшая очередь. Работает одна касса. Ждем свободного провизора. Перед окошком выдерживаем дистанцию полтора метра. Проходимся по самым популярным теперь позициям. Марлевая рубль 36, одноразовая 90 капель. А антисептики тоже какие? Чистые ручки 70 капель. Это литровая такая большая. 750 грамм. А маленьких нету никаких таких? Никаких. А перчатки тоже? Стерильные по рубль 5 капель. Как и подобает образцовому госучреждению, здесь в наличии маски, антисептики и перчатки. Чуть поодаль – коммерческая аптека. Повторяем наш заказ. Масок в наличии нету. Вообще никаких. Морных нету и антисептики. Завтра привезут товары, может завтра привезут. Что ж, уходим с пустыми руками. Следующий пункт назначения – Интернациональная 34. И здесь все по нолям. Вчера привезли разобрали. Все так разобрали. Антисептики. Тоже ничего нету? Выходные все разобрали. Месяц тому назад я ехала в Египет, покупала маску, она стоила 20 чем-то копеек. Теперь маска коммерческая по два с лишним рубля. Сворачиваем на октябрьскую. На входе отпугивающие объявления парацетамола, оксалиновой мази, термометров, масок и перчаток нет. На очереди вновь государственная руб-фармация. Маски наличие есть? Варливая рублька. Одноразовых нет? Антисептики. Чистые ручки? Чистые ручки. Подходим к Минской. На пересечении двух улиц соседствуют частники. У одних в наличии все, кроме перчаток. Маски есть? Варливая челлашка. Какие? Маски. Это целая пачка? Там 10 штук. А антисептики? Чистые ручки только, да? Только 8, 28. У других наоборот. Нет ничего, кроме антисептика. Скажите, маски в наличии есть? Вообще не такие? 4,14. А когда ожидаются? Может, понедельник. Я покупала, но сейчас купила 6 штук. В поликлинике. А я маски сама шила. Последний адрес в списке – Минская, 71. Госаптика вновь приятно удивляет. Одноразовые маски – 90 копеек. Марливые – рубль 36. Гель для рук – 7,78 за 850 грамм. Пара перчаток – рубль и 5 копеек. В аптеках, которые мы обошли, парацетамола нет. Замены могут стать другие жаропонижающие в виде порошка и в таблетках. Цена колеблется от 80 копеек до полутора рублей. Удовлетворить повышенный спрос на средства защиты и жаропонижающие в основном могут лишь государственные аптеки. Слухи про всеобщий дефицит и заоблачные цены развеяны. Анастасия Шевцова, Максим Гленко. Итоги недели. Лимоны только себе. Турция ограничила экспорт цитрусовых. Во сколько миру обойдутся последствия пандемии и защитные экраны от разработчиков из Купертина. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Еврогруппа приняла план по спасению своей экономики в условиях пандемии. Видеоконференция завершилась под аплодисменты. Цена вопроса – 500 миллиардов евро. Программа помощи объединит в себе все наработки институтов Евросоюза. Особое внимание частному предпринимательству. Предыдущая встреча, которая продолжалась более 16 часов, завершилась безрезультатно. Между Нидерландами и Италией возникли разногласия. Вопрос выпуска евробондов, вокруг которого страны вели споры, остался открытым. Участники совещания посчитали его не таким срочным в сложившейся ситуации. Экономический спад не будет долгим, но для восстановления потребуется время, когда кризисным показателям мировой ВВП сможет вернуться не раньше 2022 года. Всего в мире из-за коронавируса остаться без работы или попасть под сокращение зарплат, по словам экспертов, могут свыше миллиарда человек. Падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%. Спад превысит масштабы сокращения торговли в 2009-м, в период глобального финансового кризиса. На экстренном 10-часовом заседании ОПЕК-Плюс по сокращению добычи нефти сторонам не удалось прийти к согласию. Яблоком раздора стала позиция Мексики. Страна согласилась на уменьшение добычи черного золота только на 100 тысяч баррелей в сутки. Условия для сделки – 400. На неделе переговоры продолжатся в рамках саммита «Большой двадцатки». Обсуждение пройдет в формате вебинара. Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов. Он будет действовать до 31 августа. В стране эти цитрусовые используются при производстве одеколона, который служит санитайзером. Кроме того, это источник витамина С, необходимого для укрепления иммунитета. Из-за этого власти страны опасаются, что запаса фрукта не хватит, чтобы покрыть потребности. Также Турция ограничила экспорт медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и защитной одежды. Apple поставила более 20 миллионов медицинских масок, нуждающимся в разных странах. А также наладила производство защитных пластиковых прозрачных экранов для лица. Экземпляры уже поступили в одну из больниц Кремниевой долины и получили хорошие отзывы. Яблочная корпорация планирует выпускать их по миллиону в неделю. Производство налажено в США и в Китае. В скором времени экраны поступят и на внешние рынки. Без паломников пройдет церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме. После служители греческие священники доставят его к Явским воротам старого города. Там огонь передадут представителям посольств разных стран, которые доставят его в аэропорт. Прилетевшие за святыней делегацией не смогут покинуть самолеты, поэтому станут ожидать внутри. Прямая телетрансляция будет организована в Великую субботу 18 апреля. Храм Гроба Господня, напомню, из-за введенных в Израиле карантинных мер, закрыт для верующих и туристов с 25 марта. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.